Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он еще взял деньги в кредит У банка, представитель которого Здесь стоит, и на эти деньги выкупил Землю и начал, только начал Строительство И оказалось, что земля по решению суда Дана нам с обременением И вот мы получили право на собственность Оказалось, что это земля, которую мы уже Выкупили с обременением, и мы должны Дважды за нее заплатить То есть банк сейчас вас требует Выкупить эту землю, да? Совершенно верно, и я пострадал, потому что взял ипотеку И люди пострадали Вот со мной пришли люди требовать своих законных прав Ваша честь, защитите нас от банковского произвола Мы свое уже заплатили Верните наши деньги Беспредел устроили Почему мы должны платить дважды? Дважды мы платить не будем, понятно вам? Ваша честь Могу, да? Да, пожалуйста Слушаю вас Я как представитель банка земельной Который дал когда-то заемщику кредит Считаю эти требования абсурдными Так как земельный участок в полном объеме Является залогом по кредиту И почему отдельная часть Которая ранее судом была признана За собственностью истца Должна от этого обременения Быть освобождена Нет, 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 у нас есть судебное решение Вот документы, Ваша честь, у вас на столе Сейчас собственниками этих земельных участков являются истцы За ними это право признал суд Решение вступило в законную силу И они собственники Они сейчас просят снять обременение в виде залога Которое было ранее наложено И у вас сейчас находятся в залоге эти земельные участки Вы что, заставляете истцов их выкупить у вас? Да, выкупить на основании того, что заемщик Находится в бегах Истец утверждает, что они оплатили в полном размере Стоимость своих Ищите заемщика Это сейчас невозможно Не представляется возможным Почему? Ищите Его ищут, но пока У вас есть какие-то договорные отношения с истцами? С истцами нет Но у нас есть договорные отношения с заемщиков Истец утверждает, что они оплатили в полном объеме Совершенно верно К нам в банк Вот я вас спрашиваю Деньги эти не покупали На основании чего Истцы должны вам платить? Они могут не платить, они могут отказаться от этих участок И не приобретать их с обременением для себя Это личное дело каждого Финансовая ответственность тоже несет каждый Но только они на основании решения сюда стали собственниками А вы уже что-то построили на этих земельных участках? Ни один коттедж так полностью и не достроен Ведь мы вложили деньги не только в землю Мы вложили деньги и в строительство коттеджей А застройщик не сделал ни того, ни другого Поэтому мы заплатили раз И мы не хотим платить еще раз Мы не будем платить дважды Не будем Я ночей не сплю Но банк эти деньги не получал На что их там потратил заемщик, мы не знаем Хорошо, ищите А почему вы не можете разыскать заемщика? У вас есть решение суда взыскания с него задолженности? Да, и его все имущество было опечатано Естественно, передано в собственность банку Он признан банкротом Оно все реализовано Его хватило только на то, чтобы погасить проценты и пенни По просроченному кредиту Само тело кредита на данный момент В полном объеме является невыплаченным Включая те доли, которые вдруг перешли нашему источнику Где связь между телом кредита заемщика и земельным участком месяцом? Они свои обязательства полностью выполнили У нас нет подтверждения этому У нас нет этих денег Они не перешли на счет банка Так они почему к вам-то должны были перейти? У вас отношения, еще раз говорю, договорные Застройщиком Ищите застройщик Требуйте с него Мы его и ищем Но его не могут найти противопрохранительные органы А если ты здесь при чем? Вы и сам предлагаете его найти К вам доставить в банк? Они могут отказаться от своей земли Нет, Ваша честь Мы не хотим отказываться от земли Мы просто не хотим платить банку У меня больше нет вопроса Суд удаляется для принятия решения Это же справедливо Мы полный пакет документов принесли Там есть договор Мы не оплатили Оглашается решение суда Суд, рассмотрев материалы тела Заслушав объяснение сторон Установив все обстоятельства Имеющие значение для рассмотрения настоящего спора Решил Иск удовлетворить Снять обременение в виде залога На земельные участки Принадлежащие ИСЦА Суд удовлетворяет заявленные исковые требования По следующим основаниям Действительно, в соответствии с положениями Статьи 353 Гражданского кодекса Российской Федерации Если имущество залогодателя Являющееся предметом залога Перешло в порядке правоприемства К нескольким лицам Каждый из правоприемников Несет вытекающие из залога последствия Неисполнение обеспеченного залогом обязательства Соразмерно Перетшедшей к нему части указанного имущества Но из данного правила Закон делает исключение Оно не распространяется на случай Если заложенное имущество Было возмездно приобретено лицом Которое не знало И не должно было знать Что это имущество является предметом залога В данном случае Между ИСЦами и залогодателем Был заключен договор участия В долевом строительстве В соответствии с которым Каждый из ИСЦов Имел право после окончания строительства Получить собственность Земельный участок и дом на нем Данный договор носил возмездный характер Заключая этот договор Никто из ИСЦов не знал Что земельный участок находится в залоге И не мог знать Так как для заключения данного договора Не требовалась выписка из реестр недвижимости С информацией о наличии или отсутствии залога На данный земельный участок По решению суда За каждым из ИСЦов Было признано право собственности На долю земельного участка Находившегося в залоге При таких обстоятельствах Суд прекращает залог На долю земельного участка Каждого из ИСЦов И снимает наложенное в виде залога Обременение Понятно решение суда? Спасибо, ваша честь Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда Иск удовлетворить Слушай, я очень рад, что дело закончилось Именно так И мы отстояли свои законные требования Все замечательно Мы действовали в рамках договора Решение суда нам понятно Хотя, возможно, мы с ним не совсем согласны Но решение будет исполнено Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok